Пару вопросов для Авангард ТВ. Прокомментировали сегодня матч Авангарда и Торпеда. И, наверное, немножко интересно то, что это последние две ваши команды были в карьере. Как оцените их игру? На сегодняшний момент Авангард был посильнее в плане реализации момента, в плане игры в большинстве. И вообще, я с Петрисом разговаривал сейчас, с Кудрой, он сказал, что слабоват сыграли. И он на пресс-конференции сказал, что команда первый матч на выезде очень слабо играет. Не знаю, с чем это связано, поскольку тот хоккей, который требует тренерский штаб, я думаю, и Корнаухов, который требует, и Скудрой от своих команд, которые хотят подводить команду именно перед плей-оффом, то сегодня, допустим, не показали тот самый хоккей именно нижегородцы. Но Авангард первая половина матча была такая достаточно боевая, и Авангард все равно меньше ошибок допускал, нежели нижегородцы. А то, что в состав Авангарда вернулись такие люди, как Мартин Эрот, как Антон Бурдасов, у которых были небольшие повреждения, сказалось, потому что мы знаем, что у Торпеда тоже много травмированных игроков, и, возможно, вот это им помешалось мне показать более такую игру крепкую. Ну, я не знаю, я без Бурдасова Аэрота не видел матча, но вот сегодня мне очень понравился Бурдасов, и их действия с Хохряковым, прежде всего, их такая питерская, я бы сказал, связка, она, конечно, и, может быть, основную роль-то сделал, и продюсер еще Хохряков очень много в Братсане выиграл, и вообще сегодня очень полезный матч провел. Ну, и Бурдасов, конечно же, имеет те моменты, которые он имел, и создавая сам себе, и набирая хорошую скорость, видно, что он в накате в таком хорошем, и в такой размашистый хоккей, который он играл, и в Питере, и сейчас играет, старается прививать своему звену, и чтобы партнеры привыкали именно к такому развитию событий, он делает все правильно, и молодец, в правильном направлении двигается. Наверное, вам вопрос, как к главному эксперту, да, наверное, на КХЛ, на КХЛ-ТВ, «Авангард» действительно в этом сезоне на точке очень хорошо играет, там проценты под 60-65-66, вот я смотрел где-то в середине третьего периода процент был 66, такой крепкий. Это квалификация центр-форвардов или с чем-то еще это связано? Расскажите нам. Ну, конечно, такому моменту уделяется внимание, да, но это все зависит индивидуально, тут уже кто центральный, и Хохряков достаточно уверенно играет, и Саботка, там, кто бы ни стоял, это в совокупности в своем получается так, что люди, которые стоят на точку, не обязательно центральные, кстати, поскольку меняют местами постоянно, в совокупности у «Авангарда» сейчас достаточно сильные игроки, которые, ну, владеют этой техникой, это же техника, тоже, она такая, нарабатывается годами, а просто так она не может прийти, поскольку люди, если где-то в каком-то клубе и на тренировках отрабатывали это, и играли, то уже в дальнейшем это на всю жизнь откладывает, как говорится, свой отпечаток, своя техника, она будет присутствовать всегда. Вот перед этим матчем у «Авангарда» был такой календарь, считаем, значит, торпеда дома, «Сочи», «Локомотив» на выезде и снова дома «Сибирь» и «Борис». Все команды очень крепкие, очень серьезные перед плей-офф. Такой вот календарь, он команде пойдет на пользу, вот как ваше мнение? Да сейчас любой матч пойдет на пользу, поскольку, ну, пожалуйста, трактор, казалось бы, да, уже потерял какие-то надежды такие, ну, стопроцентная надежда плей-офф приезжает, обыгрывает, и опять же на домашней арене приезжает «Нижнекампс», который бьется за плей-офф и обыгрывает, и тут уже, мне кажется, Омску надо прежде всего «Авангарду» отталкиваться от своей игры, чего они хотят и что, как они будут действовать, они отталкиваются от того, что крепкий, некрепкий соперник, надо одинаково готовиться и приучать самих себя выполнять, прежде всего, выполнять те задания, которые дают тренеры, это прежде всего оборона, средняя зона, ну, те, а вот большинство, какой-то, скажем так, креативный момент, это все придет, но самое главное, чтобы была база. И последний, наверное, вопрос сегодня, ну, не знаю, запомнился вам или нет, но нападающий четвертого звена Илья Михеев потом был переведен повыше, отдал сегодня отличный голевой пас, как он смотрелся, на ваш взгляд, и вот мы думаем, что человек претендует на звание лучшего новичка сезона, потому что уже по 20 очков набрал, и что самое главное, показывает хоккей отличный. Ну, такой хоккей, который Илья Михеев показывает, у него очень много, он легкий, такой быстрый форвард, который по флангам, если он набирает скорость, это стиль а-ля Бурдасов, да, он может быть именно полезен в таких ситуациях, после которых Ихряков забил гол, когда он вылезал и здорово там заставил Аляева, можно сказать, свалить уже и проиграть свое место. Именно таких действий и нужно от него постоянно ждать, не нужно от него ждать каких-то там супер-пасов и каких-то креативных вещей на данном этапе, он должен сцепиться за свои лучшие качества, а это у него хорошо получается. Как только он входит в зону и начинает делать улитку, он падает. Вот это я за ним сегодня заметил, поэтому не надо ему не тормозить, а смело идти, как говорится, с открытой амбразурой туда, бросаться на ворота, и это только ему будет всегда на пользу, а в плей-оффе такие форварды, они на вес золота.